здравствуйте меня зовут манилич елена и я иммиграционный адвокат сша в этом видео мы с вами поговорим про иммиграцию в сша а именно через мексику как это происходит сколько времени это занимает кому это подходит кому не подходит и вообще что такое миграция в америку через мексиканскую границу подписывайтесь на мой канал америка манила иммиграции бизнес сша оставляйте лайки комментарии я буду на них отвечать итак поехали все кто интересуется вообще темой иммиграции все кто можно сказать в теме это скорее всего слышали что последнее время а именно начиная со второй половины 2021 года иммиграция в америку через мексиканскую границу среди русскоговорящего населения эта тема стала достаточно горячей я сама посмотрела не один десяток роликов на ю тубе и слышала эти истории от ребят которые реально сюда приехали и каждый в принципе рассказывает одно и то же и в принципе история у всех практически одинаково они едут берут тур прилетает в канкун в мексику там они переживают чтобы их на границе сюда опустили после этого они там отдыхают канкуне берут билеты в тихуану прилетает в тихуану покупать машину дальше выбирать границу которая им достаточно которая может быть быстрее дольше лучше меньше там целая история об этом есть и приезжает на границу с мексикой и сдаются американским властям прося статус беженства после этого их закрывает в детеншн центр это как изолятор временный изолятор где они определенный период ждут после этого у них там может быть интервью может не быть интервью после этого и могу их могут выпустить могут назначить bond hearing it and могут назначить слушание чтобы определить залог по которых могу выпустить у некоторых забирают паспорта некоторые паспорта не забирают некоторым одевает браслеты некоторые не одевают и в принципе их выпускает и они могут уже перейти в америку и ожидать своего суда уже на территории штатов история это у всех как я сказала достаточно одинаково и ребята приезжают и здесь уже ждут свой суд по политике какие нюансы в принципе на какие нюансы стоит обратить внимание о чем надо понимать думать перед тем как принимать такое решение смотрите все кто принимает решение эмигрировать сюда через мексиканскую границу это скорее всего те люди у которых нет визы и другом другим образом попасть на территорию америки они не имеют возможности очень много видео я видела и слышала о том что кому нужно посольство кому нужна виза кому нужна туристическая студенческая бизнес любая виза зачем вообще это все придумали вот через мексику все сюда топами вот легко и пожалуйста никаких тебе сроков тем более это все усугубилось связи с тем что россия закрыла американское посольство вернее штаты приняли решение закрытия посольство на территории россии и в принципе очередь ожиданий вообще перспектива на сегодняшний день достаточно такая туманная вот и ребята принимают решение что так быстрее лучше и вообще вот классно поедем подумайте о том что если вы приехали на территорию америки через без визы и просили статус беженства на границе с мексикой то у вас скорее всего не будет возможности в будущем поменять статус на какой-либо другой то есть это совсем разные совсем разные истории развитие истории когда у вас не осталось другого выхода когда у вас были преследования вашей стране когда у вас есть основания бояться за свою жизнь и вы приехали просите статус беженства ждете своего решения своего дела об собирайте доказательства или привезли с собой доказательства это одна история конечно это тут я не могу говорить о том что думайте ехать не ехать как бы если вам угрожает вам другого выхода нету но если у вас вы не уверены в том что у вас есть достаточно сильное дело или когда еще я слышу ребята говорят что можно же придумать дело можно же его составить вот думайте о том что пройдет определенный период времени и скорее всего вам в этом вам в статусе беженства будет отказано и вы все кто приехали вам придется поехать домой либо оставаться здесь нелегалами думайте взвешивайте это перед тем как приезжать сюда как бросать все что у вас есть и приезжать сюда и понимать что здесь в принципе варианты развития вас будут достаточно ограничены и будут они достаточно минимальный вот вы очень мало вариантов на которые вы можете поменять свое свое стату чтобы дальше здесь как-то свою миграционную историю развивать также стоит сказать что те кто если все-таки принимает решение мигрировать через мексику у вас должен быть спонсор это человек данный спор спонсор это поручитель можно также сказать это человек который данные которого вы даете властям американскими они могут с вами связаться с ними и действительно подтвердить что человек является поручителем вот и после того как вас освободят из detention center из изолятора вы сможете поехать тогда вы должны тогда поехать вот к этому поручителю выбирайте этого человека тщательно потому что вы можете потому что бывают такие ситуации я слышал достаточно много таких ситуациях когда люди приезжают и просто поручители либо не выходят на связь либо говорят что извините ситуация поменялась мы не сможем вас принять и это тоже один из таких камней преткновения бывает так что дело у вас нету или дело слабое но вы все-таки думаете может мне все-таки приехать сюда подумайте об этом с другой стороны американское законодательство иммиграционная система американского законодательства она достаточно тяжелая она достаточно консервативная строгая и в принципе много вариантов иммиграции они есть но они в своих рамках как бы достаточно ограничены поэтому может имеет смысл подумать о том чтобы доработать свой кейс доработать свое дело и приехать каким-либо другим вариантом либо бизнес либо у вас семья здесь есть либо приехать по студенческой визе по вообще посмотреть стоит она здесь вам оставаться или нету а если такой вариант вам не подходит вы точно знаете и если вы вот думаете что да у меня в моей стране ничего хорошего нет это это не есть основанием для того чтобы просить статус беженства на территории америки это в принципе все что я хотела сказать я знаю что это видео скорее всего не будет будет много негативных комментариев потому что я все-таки за то чтобы приехать сюда легально и оставаться здесь легальными путями подписывайтесь на мой канал америка манила иммиграции бизнес сша оставляйте свои вопросы оставляйте комментарии отправляйте тому кому этому видео может быть полезным и до встречи новых видео пока